Права на ошибку у вас нет, в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. Ну и ясно, что это в какой-то степени шаг неординарный. Но это для тех, кто не погружен в эту тему. А с точки зрения погруженности в проблему, это вполне нормально. Что я имею в виду? В министерстве юстиции людей, которые свою жизнь связали с юриспруденцией и с детства, может быть, со школьной скамьи этим занимались, достаточно. Хорошие, крепкие юристы в Минюсте есть. Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы. Потому что придется решать очень много организационных вопросов. У нас пройдет ряд мероприятий, прежде всего, организационного характера по линии Минюста. Не стану скрывать, нужны там, во-первых, очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Там нельзя сегодня будет считать до 20, до 10 или даже до 3. Там надо принимать решения или реализовывать принятые решения. Люди это увидят в ближайшее время. В вас я обнаружил, именно обнаружил, потому что я вас раньше не знал, в этом плане сильный потенциал. И потерять в таком возрасте, как вы, человека, грамотного, способного, патриота, преданного стране, мы не можем. Это было мое личное мнение, и я предупредил всех начальников, в том числе и министра внутренних дел, я думаю, он с вами переговорил. Я ему поручал это сделать, чтобы вас убедить, что надо взять на себя эту ношу и доказать людям, что вы настоящий управленец. Еще раз подчеркиваю, разговоров о том, юрист, не юрист. У нас в правоохранительных органах нет ни юристов. Работал, не работал, он там по линии Минюста, все это отпадает. Нужен мощный управленец и организатор. Я очень на вас надеюсь, поэтому я вначале и сказал, что права на ошибку у вас нет. Это мое личное решение. Я примирял вас к разным должностям, но понял, что здесь вы, наверное, нам и стране принесете больше пользы, чем на каких-то других должностях. Продолжение следует...